Всем привет, и в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами тем, что мне подарили на Новый год. Начну я, пожалуй, с самого значимого подарка для меня, это подарок от любимого. Любимый мне подарил в этом году новые сережки, которые сейчас на мне. Это золото с фионитиками, здесь такие маленькие камушки. Ну, не то чтобы прям маленькие, но они огромные, скажем так, как видно, они переливаются очень красиво на свету. Мне кажется, мне очень идет. У меня до этого были похожие, то есть похожие формы. Мне не идут маленькие совсем, типа, как они называются, непроколочные гвоздики, вот, не очень хорошо. И мне они идут очень длинные. Вот такая форма для меня самая оптимальная, поэтому мне очень нравится. Буду наслаждаться. Да, не обращайте внимания вот на это вот, потому что это никуда не деть. Также, конечно же, была подарена косметика, и я очень-очень давно хотела попробовать мак. У меня есть пару продуктов, это бронзер-румяна, и это консилер. Но я очень хотела попробовать их карандаши для губ и помады. И я уломала, ну как уломала, я попросила свою сестру, чтобы она мне привезла подарок в виде карандаша и помады мак. Познакомившись сейчас поближе с их косметикой, попробовав и для лица, и для губ что-то, и для, ну да, и для лица, и для губ, я не понимаю вот этого ажиотажа вокруг этой косметики. У меня, например, сестра пользуется только их пудрой минеральной. Она говорит, мне очень нравится, даже вместо тоналки очень классная. Но, по-моему, больше у неё оттуда ничего нет. Я очень слышала много отзывов, практически все положительные, насчёт их помад матовых. И я решила попробовать. Выбрала я, конечно, самый вообще неносибельный на каждый день оттенок. Называется он Smoked Purple. Purple это очень-очень тёмный цвет. Я в нём, в этом цвете была в предыдущем видео, и на камере он смотрится практически чёрным. То есть, знаете, такое ощущение, что я год, девочка год, ещё у меня там такая кофта чёрная, реально девочка год. На самом деле он в жизни более красный, то есть у него пигмент красный, он такой бордовый. Но, когда вы наносите на губы, этого практически незаметно. Он на губах изменяет цвет из красного в какого-то бордового, в чёрный, даже в какой-то фиолетовый. И мне с таким цветом непривычно. Они очень сильно изменили в качестве. Если раньше это матовая помада, стойкая и немного сушащая губы, то сейчас всё противоположно абсолютно. Судить по одной не могу, может быть, не все серии, не все цвета такие. Но именно эта матовая помада в тюбике матовая наносится на губы, появляется некий блеск. Я не знаю, как это объяснить, то есть она не глянцевая, она не блестит. Но при этом тот цвет, который в тубе, и та матовость, которую мы представляем, у меня есть другие матовые помады, они реально матовые. Они не отпечатываются, и они реально сушат губы, то есть они сухие. Это вообще далеко не матовая в моём понятии. При этом она вообще не стойкая, она отпечатывается. И буквально, вот я снимала видео предыдущее, ну минут, наверное, 30 в общей сложности. И под конец, когда я уже закончила, я посмотрела в зеркало, у меня в центре губы начала слазить помада какими-то кусками. Разве это матовая стойкая помада, о которой все говорят, которая там въедается целый день, вы можете не поправлять, которая вам сушит губы? Она мне вообще не сушит губы, она наносится какими-то комками, мне очень было сложно нанести. Наверное, с ней я морочилась больше всего из всех вообще матовых помад, которые у меня есть. Мне пришлось прорисовывать контур кистью, и очень долго она как съедается, что ли. То есть ты вроде набираешь на кисть, начинаешь прорисовывать, а кисть забирает как будто наоборот цвет. В общем, я запарилась его наносить, при этом смылся он просто на ура. Вот я намочила ватный диск мицелляркой, два раза провела, и у меня стерлась вся помада. У меня ни одна матовая помада так быстро не стиралась. Короче, я не знаю, что произошло. И карандаш для губ я решила попробовать. Тоже небольшое разочарование. Очень красивый цвет, очень натуральный сейчас у меня на губах, и вот это реально цвет ваших губ. Мне он очень нравится, потому что если у вас есть какая-то темная помада, или наоборот ярко-красная какая-то, или даже прозрачный блеск, и у вас слабый контур свой, вы можете спокойно использовать этот карандаш, даже с красной помадой, потому что его не будет видно, он просто создаст контур и не даст помаде или блеску вытекать за контур ваших губ. Но он очень быстро расходуется. Сейчас я накрасила губы карандашом, полностью заполнила, у меня он практически сточился весь, то есть мне сейчас нужно подкручивать, ну, подтачивать. Соответственно, каждый раз после использования, после применения придется его точить. Это невыгодно, я думаю, он скоро закончится, поэтому отзывы о косметике Мак меня лично не впечатлили. Также были подарены всякие вот такие вот штуки, типа лосьон для снятия макияжа с глаз от 100% красоты, пенка для умывания той же фирмы и чистая линия косметическое мыло. Все еще, конечно же, не раскрыто, пользуемся пока тем, что есть, и вскоре буду пробовать. Когда мне говорят о том, что не знают, что подарить мне на Новый год, я всегда говорю, дарите мне носки, шарфы, пледы какие-нибудь, кружки, вот что-нибудь такое. Мне не нужна косметика, мне не нужно вообще ничего, дарите мне носки, плед, вот я говорю, и кружки. И в общем мне подарили родители вот такие классные носки, я просто обожаю носки, вот особенно какие-то необычные, неважно, ну летом, конечно, жарковато, но в остальное время у нас довольно прохладно дома, у нас пол без подогрева и пол холодный, потому что на первом этаже и внизу под нами подвал. Поэтому я обожаю вот подобные носки, они такие классные, вот какие-нибудь налепленные, возможно, очень теплые, возможно, махровые, возможно, высокие. Мне кажется, это очень круто, и вот такой подарок, мне кажется, это вполне достойный подарок на Новый год. У них классная подошва с такими силиконовыми пупырышками для того, чтобы не скользила нога, ноги реально не скользят. Они вязаные, они красные, и они, кто ты? Барашек, олень, не знаю кто ты, с рогами, наверное, олень какой-нибудь. Очень классные носки, теплые, удобные, прикольные, вот что надо, еще не знаю. И, пожалуй, последнее на сегодня, это шарф, это палантин, мои родственники уже понемногу начинают понимать, что я любитель шарфиков, у меня довольно много в моей коллекции, я люблю постоянно заматываться, обматываться, очень мне нравится этот аксессуар, и вот мне подарили вот потрясающего цвета небесного, вот такой палантин. Я не очень люблю такие вот голубые оттенки, мне намного больше нравятся темно-синие какие-то, но вот этот цвет меня очень покорил, он такой вот непростой какой-то, очень красивый, причем его можно даже с двух сторон носить, здесь более темный, здесь более светлый, мне кажется, очень классно смотрится. Кстати, голубой цвет к моим глазам подходит, просто офигенно. Короче, я очень довольна, пожалуй, это были все очень значимые, сильно значимые подарки на Новый год, закончу тогда уж в шарфике, коль такая тема пошла. Вот, пишите, что подарили вам ваши любимые, ваши близкие, если вам подарили носки, поставьте палец вверх и напишите, что вам подарили носки или кружку. О, идеальный подарок на Новый год, больше ничего не надо, я любитель кружек. Вот, спасибо огромное за то, что посмотрели, всех с Новым годом еще раз, до встречи в новом ролике и пока! Субтитры подогнал «Симон»!